Привет! Добро пожаловать во Вранкинг Помри! Мы с вами в Реймсе. Добрый день, бонжур! Погода шепчет, сезон не самый активный для посещения, но мы решили все равно посетить один из самых престижных домов в шампании в городе Героя Реймса. Ах, это розовое шампанское Помри с благородными тончайшими пузырьками и все, что накручено вокруг него в современном искусстве, пытающимся символизировать этот лучший напиток. Это практически самый большой дом шампанского в Реймсе, который открыт даже зимой, что редко, потому что они все открываются после Пасхи в основном. Ну вот сегодня его посетим, сходим в погреба, сходим на дегустацию и сходим в их потрясающую виллу Арнуво, которая называется вилла Модемуазель. Вот она у нас. Видите, такое затейливое нагромождение башенок, окон эркером, всяких штучек начала 20 века. Нами любимый сейчас очень стиль, который по-русски называется стиль модерн, Арнуво по-французски, отдельно вам ее покажу в отдельном ролике. Это мы с мужем, мы с моей подругой Машей Ивановой, тоже парижским гидом, оказались волею судеб в Реймсе и вот решили вам показать. Но приехали мы рано, поэтому бродим вокруг. Видите, на горизонте у нас базилика Сен-Реми, где крестился, принял христианство король Хлодвиг. Ну, мы, конечно, первым делом направились на дегустацию, но, сами понимаете, шампань все-таки не хухры-мухры. И вот так мы ехали. Хочу вам показать, это домен в Ранкин-Помри. Посмотрите, какой он огромный. Я специально не убираю лишние кадры. Это в реальном времени происходит дорога. Представьте себе, мы едем на большой скорости достаточно на машине вдоль решетки, ну, ограды этого домена, и ему конца совершенно нет. И понастроено тут всяких затейливых штучек, какие-то мавританские, немавританские павильоны. Ну, в конце 19 века многие шампанские дома уже так разбогатели, что могли себе позволить абсолютно все, что угодно, любые излишества. Видите, целый лес у них там, гигантский домен, 75 гектаров непрерывного участка. Везде это все золотыми буквами у нас объявлено. Ну, вот только тот новый дом портит, конечно, картину. Ну, знаете, Реймс очень сильно бомбили во время Первой мировой войны. И второй тоже, это же Восток Франции, да, то есть немцы как раз через эти места шли. Поэтому город очень сильно пострадал. Был фактически чуть не полностью разрушен. Даже самый знаменитый его собор, который я вам тоже отдельно покажу в отдельном ролике, лежал фактически в руинах. Но был очень тщательно восстановлен на деньги, между прочим, Рокфеллеров. Это вот мы заехали уже на территорию. Собираемся идти погреба посещать и, ну, регустировать, соответственно. Паркуемся. Но притащились мы слишком рано. Открывается в 10, мы без 20, так что бродим тут. Вот здесь гигантская скамейка. Вот видите, она нам чуть не до плеча доходит. А вот там, вот в том красивом павильоне, и находится вход. Ну, господи, уже, наверное, начнут пускать. Идём, идём скорее. Там, правда, в погребах 2 миллиона бутылок хранится, а в год вообще домен производит 6,5 миллионов бутылок. Но мы всё равно очень волнуемся, что нам не достанется. Сейчас как набегут китайские группы. Они уже тут. Мы видели, заехали. Они, знаете, как шампанское покупают? Ящиками просто. Вот. Так что нужно скорее, скорее собираться. Ура! Идём. Показываю вам без купюр в реальном времени. Ролик для тех, кто не торопится. Смотрите, наслаждайтесь. Каждый сантиметр этого пространства интересен. Вот тут мы заходим, тут билеты продают. Билеты дорогущие, между прочим, по 50 евро. Но нас, слава богу, как и официальные гиды, спускают бесплатно. Что приятный плюс нашей профессии. И вот заходим, попадаем в такой огромный зал, где и происходит после экскурсии дегустация. Китайцы уже тут. Я же говорила вам, что мы будем не первые. Смотри, смотри. Уже бродят выиски, будут как бы выпить всё наше шампанское. А вот эта потрясающая бочка. У неё даже название отдельно. Фудр. Специально такая гигантская совершенно бочка, которая была построена по поводу освоения домом Помри Америки. На ней показывается, как старый свет Франция Шампань отдаёт шампанское новому свету. Вот новый свет у нас там наверху. Видите, статую свободы стоит. И вот индейская голова у нас символизирует индейца. Старый американский традиционный уклад. Но ничего, сейчас мы с нашим шампанским-то подъедем. На этом весь старый уклад и закончится. Вот она там, статуя свободы, а внизу Реймс. С другой стороны этого зала тоже стоят бочки. И потом за бочками тот самый драгоценный бар, за которым и будет происходить наша дегустация. Ресторан здесь ещё имеется гастрономический. Можно отобедать сразу после дегустации. Далеко не ходить. Вот он в уголке. Ну и начинается уже современное искусство, которое много представлено в доме Помри. Видите, вот там слоник висит. Это на самом деле настоящая шкура слона, которая каким-то образом выдублена. Она раньше в замке Фонтебло висела, а теперь здесь. Вон привидение какое-то упившееся шампанского предвещает нам вход в погреба. И мы, наконец, заходим. Вот они, эти легендарные погреба Помри. Вот у нас все есть лифт. Субтитры создавал DimaTorzok Ой, лучше не думать, конечно, как придётся назад подниматься по этой лестнице, пока спускаешься. Потому что погребатель находится на глубине 30 метров. Сам домен в Ранкин-Помри расположен на холме Сент-Нисес, меловой холм, который поднимается над Реймсом. И вот под этим холмом они прорыли целый лабиринт галерей, который равен 18 километрам. Вообразите себе. Это одни из самых монументальных погребов шампани, где поддерживается постоянная температура 10-11 градусов. Если соберётесь туда летом, не забудьте взять с собой что-нибудь тёпленькое. Домен существует уже более 150 лет. Уф! Спустилась, наконец! Заходим, заходим. Перед нами открывается лабиринт галерей. Обратите внимание на барельефы, которые выдолблены прямо в меловых стенах погребов. Мел – это мягкий, естественно, материал легко поддаётся долблению. И производители вина в шампании просто обожают украшать свои погреба такими барельефами. Мы их видим во многих домах, но и в Памри здесь они очень впечатляющие. А мы заходим в первый зал, который посвящён мадам Памри, вдове Памри. История её довольно… Ну, в каком-то смысле она типична для этого региона, да, как и её знаменитая соотечественница мадам Клико, да, вдова Клико. То есть эти женщины очень рано выходили замуж, потом муж умирал, сами они не имели права руководить предприятием, но всё равно делали всю и чёрную, и бумажную работу. Сохранились воспоминания сына, мадам Памри, маркиза де Полиньяка, который рассказывал о том, что его мать вставала в пять утра, а то и ещё раньше, и сразу садилась отвечать на все письма. Он перед тем, как идти в школу, заходил к ней в кабинет и видел её каждый день среди горы бумаг. Вот такая трудолюбивая женщина, но её усилия увенчались большим успехом. Посмотрите, какие роскошные погреба она создала, ну, которые теперь украшают все, кому не лень, самыми разными произведениями искусства, китчевыми иногда немножко, а иногда интересными. Дальше посмотрим их все. Вот такие галереи, совершенно бесконечные, подсвеченные разными цветами. Лежат бутылки в темноте, зреет прекрасное шампанское. Посмотрите, какие бутылки пыльные, настоящие. Прямо хочется их потрогать, но нельзя, везде написано. А мы с вами доходим до галерей, где на стенах появляются странные названия, названия стран и городов. Что это значит? Такая традиция сложилась в доме в Амрии, что с каждым завоеванием нового рынка, каждой новой галереи давалось название этой страны. Вот, например, мы видели Коломбо, как говорится по-французски, Коломбо, столицу Шри-Ланки. Это значит, что дом Памри дошел уже и туда. Вообще 75% производства шампанского Памри идет на экспорт. То есть такое огромное количество бутылок по всему миру, что они посчитали, что каждые 5 секунд в мире открывается бутылка шампанского Памри. Посмотрите, какие интересные произведения современного искусства. Сердце вот это. А мы продолжаем наслаждаться зрелищем, завоеванным Памри городами и странами. К сердцу еще вернемся, не волнуйтесь, мы кругами вокруг него входим. Вот осло. Осло наш. Как я понимаю, под ним на пупитре стоят бутылки горлышками вниз для последующей операции, которая называется дегоржаж или дегоржемон. Очень важная операция в производстве шампанского. Расскажу о ней вам немножечко позднее. Вот Манчестер тоже наш. Готовятся эти вот бутылки у нас еще лежат, то есть на предыдущих этапах. Дальше у нас возникает Цурих. Вообще, надо сказать, что страны завоевывались по-разному. Ой, вот это, кстати, корзинки такие типичные висят у нас по-верху, в которые собирают виноград, сборщики винограда. Ну и наши любимые пыльные бутылки. Стокгольм. Нашла? Нашла. Вот томатища. Слышит стук сердца. Ритм. Вот иронезия какая-то. Здесь просто можно заблудиться. Никого нет. Куда китайцы делись, не знаю. Видимо, там в баре так и зависели. А мы тут все наматываем круги. Уже два часа, между прочим, к ходу. Вот смотрите, изобрели в музыкальный зал, где стоят ударные инструменты. Видимо, здесь проводятся концерты. Представляете, какая может быть акустика с такой-то вышиной. Вообще, эта вышина потолков, я периодически вам показываю, гигантские совершенно потолки со световыми отверстиями наверху. Они производят сильное впечатление. О, Бристоль наш. А дальше пошли почему-то французские регионы. Можно подумать, что они и так были не завоеваны. Вот Иль-де-Франц, Нормандия, Британия вот там у нас притаилась. Птички. Уже в полном головокружении идешь от этих названий и от этих подсвечных коридоров. Так и ждешь, что сейчас на тебя какое-то привидение выскочит. О, Монако, оказывается, тоже наше. Все мы завоевали. Весь мир наш. А вот мы приближаемся к интересному очень произведению современного искусства, которое воспроизводит саму суть шампанского, этого бурлящего напитка. Дальше пошел уже просто какой-то полный сюр. Снег лежит. Похоже, что настоящий. Как может снег сохраняться при температуре 10 градусов, я не знаю, но лежит, зараза. Вот барельефы, которые я вам уже показывала. Ну, бутылочки на пюпитрах. Все, как положено, к Дагаржажу готовится. И опять галереи, 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 разноцветные подсветки, лабиринты, от которых кружится голова. И выходим мы к совершенно удивительному залу, в котором стоит очередное наше произведение современного искусства. Это таинственный кристалл, где во всей своей красоте показана кристаллическая скульптура. Ну, естественно, на фоне огромного бутылок, количества бутылок шампанского. Посмотрите, я близко сняла эту кристаллическую скульптуру. Полное ощущение, что ты под пирамидой Лувра стоишь, между прочим. Ну, и бутылки производят, конечно, не меньшее впечатление. Вот эти, которые отправляются везде, во все возможные и невозможные страны. А мы, наконец, закончили и тащимся вверх по лестнице. Выходим, наконец, к нашей дегустации. Здесь, у нас же тут бутылки всех видов и размеров. Заходим в магазин сначала, где любое шампанское. Помри, просто залезь. И вон сабелька лежит. Знаете, можно шампанское открывать ударом сабли. Народная французская традиция. Но как-то никто этого делать в наше время не хочет. И вот мы уже у того самого бара, за которым у нас будет дегустация. Мальчик такой приятный пришел и открывает нам бутылку шампанского. Судя по произношению, испанец. Ну, как-то все в наше время перемешано. Почему бы и нет, так скажем. Мы к нему пристаем с вопросами, может ли он открыть нам ее саблей. Ну, он так мило улыбается. Говорит, что нет, это только очень специальные оказии, при которых открывают сабли. И даже никак это заказать невозможно. Никакой группы купить невозможно. И заплатить невозможно. В общем, все плохо. И вообще, не думайте об этом, а лучше сосредоточьтесь на шампанском. Он открыл нам замечательную бутылку розового шампанского, моего любимого сорта Royal Brut. И рассказывает нам, из чего оно состоит. Этот сорт шампанского совершенно оригинальный, с добавлением 7% красного вина. Употребляющиеся здесь сорта винограда, это Pinot Noir, Pinot Mignet и шардоне, конечно, белое, как везде в шампане. 10 граммов сахара добавляется на бутылку, поскольку это брюд, то есть сахара мало, но это придает на писку удивительный фруктовый вкус и делает ассамбляж уникальным. Чудесная совершенно получилась дегустация, очень мы были довольны. Ждем вас в шампане, дорогие зрители. Продегустируйте и вы. Розовое шампанское ждет вас.